Мир вам, дорогие братья и сестры! Церковь Господа нашего Иисуса Христа! Я рад сегодня быть среди вас, я рад быть в Доме Отца и наслаждаться общением, наслаждаться Словом, которое Он посылает. Время очень быстро идет, и мы летим. Знаете, я в прошлый раз был у вас, это был год, где-то обратно, и я вспомнил, я какую тему говорил о Аврааме, о пяти ступенях, о пяти вещах, которые он прошел, чтобы стать другом Божьим. И знаете, каждый год он выдает нам вызов, он дает нам возможность стать ближе к Нему. И чтобы он был ближе к нам. И это прекрасная возможность. Знаете, каждый год, когда он проходит, мы как-то ждем этого Нового Года с нетерпением, ждем там Рождества или Боговоплощения, наверное, правильный будет сказать. И не понимая того, что наши шансы, наши возможности, они уходят, потому что силы наши иссякают, разум наш не всегда будет слушаться и обновляться так, как мы хотели бы, потому что мы стареем, мы ослабеваем. Но, знаете, у нас есть привилегия, что мы имеем Господа. Вот размышляя вот в конце года, в начале этого года над Словом Божьим, вы знаете, меня как-то по-новому посетила радость и удовлетворение, что я принадлежу Господу, и Господь принадлежит мне. И, знаете, общаясь, слушая различные новости, общаясь в различных кругах, я вижу те демократы, те либералы, те красные, те белые, те левые, те правые. И, знаете, мое сердце наполняется радостью, что я принадлежу к самой лучшей партии. Это Церковь Иисуса Христа. Вы знаете, у нас есть гражданство на Европу, и мы уже получили гражданство, не гражданство, а зеленую карту в Америке. И это очень хорошо. Это как бы привилегия для многих людей, и многие, может быть, хотели. Но я хотел бы сказать, что самая большая радость, что я являюсь гражданином неба. Вот это самая большая радость. И мы не должны успокаиваться, мы не должны расслабляться, потому что, если мы не исполним то, для чего Бог нас признал, призназначил, дал нам жизнь, дал нам возможности, то мы можем не только потерять зеленую эту карту, а получить красную карту, красный свет в вечность и в небо. И это очень ответственно. Сегодня об этом много говорилось. Поэтому мы должны испытывать свои сердца. В Боге ли мы? В вере ли мы? И знаете, я, читая Слово Божие, я открыл 2 Коринфянам 6 глава, там с 14 по 16 стих, подтверждение той радости, или тех переживаний, которые переживал я. И там говорится, «Не проклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою! Какая совместимость храма Божия с идолами!» И смотрите, 16 стих, вторая половинка стиха дает нам четыре прекрасных обетования, «Ибо вы – храм Бога живого! Как сказал Бог, вселюсь в них, буду ходить в них, буду им Богом, они будут моим народом!» Поэтому он говорит, «Выйдите из среды их, отделитесь, и я, не прикасайтесь нечистому, и я приму к вас, и буду вам отцом, а вы будете моими сынами, дочерями!» Так говорит Господь, «Сидержите!» Знаете, это прекрасные слова, они полны надежды, они полны радости, что мы есть Божьи дети, и Он наш, если мы с Ним. И знаете, вот было Рождество, Новый год, и я знаю, что в Америке, особенно на Рождество, там, где мы жили и трудились, там на Новый год дарят больше подарков, подарки мы любим давать друг другу, и это радует нас. Нисколько, может быть, нас радуют эти вещи, или одежка какие-то, или что, но нас радует внимание и забота, и любовь, и уважение друг к другу. И вот задумайтесь над тем, чем бы вы могли бы порадовать Господа нашего Иисуса Христа на Его день рождения. Это так условно говорится, потому что Он изначально был, и поэтому не Рождество, а лучше Боговоплощение, когда Господь пришел на эту землю. Какой бы подарок Он ждал бы от вас, если мы, люди, будем так говорить, ну, нас очень трудно удивить, потому что мы имеем материальное обеспечение, и это, даже если что-то радует, это вот очень на время. Чем бы могли бы мы порадовать нашего Господа? Знаете, я думаю, что самый большой подарок, или самая большая радость была бы для Него, если бы мы все, поместная церковь, и все церкви Христовой были бы в единстве. Вы помните и знаете, что Иисус свершал молитву над учениками и на тех, которые уверуют по Слову Ему. Он сказал, будьте едины, так как я с Отцом един. И нет больше радости, чем слышать и видеть, что дети ходят в истине. Поэтому, дорогой, если ты хочешь сделать подарок Богу, порадовать Его сердце, то, если ты будешь в единстве, это будет самый большой подарок для нашего Господа. И поэтому тема сегодня, я посмотрел, вспомнил, что тут написано, что, назовите свою тему, это о единстве. Вы знаете, очень важно единство. И особенно больно Отцу смотреть, когда дети Его, искуплены кровью, принявшие Слово, принявшие жизнь вечную по вере, имеющие откровение Слова Божия, имеющие Духа от Него, находятся не в единстве и не в согласии друг с другом. Это очень сильно Его огорчает. И знаешь, то, что ты находишься здесь, в этой церкви, и имеем прекрасную такую стоянку, имеем прекрасное такое здание, я туда ходил, еще смотрел, там еще какой-то один зал, где он, не могу сориентироваться, есть камин прекрасный, прекрасное то здание, летом там был с пастырем. То есть, такая перспектива, такие возможности, и в то же самое время, такая ответственность лежит на тебе, на мне и на каждом человеке. члене по местной церкви, чтобы мы были в единстве, чтобы мы дали возможность Богу действовать. Знаете, когда мы изучаем Новый Завет, мы видим, ну, например, такое грозное оружие, как пост и молитва. Помните, Иисус сказал, я буду время просто сокращать, сказал, что только постом и молитвой вы можете побеждать. Так вот, изучая Новый Завет, мы смотрим, что около 100 раз только сказано о посте, а о единстве сказано 480 раз. значит, это очень важно, это очень необходимо. И знаете, наше единство, как бы, а как оценить единство, как оценить, или каким уровнем испытать его, свесить его, насколько ты в единстве находишься, это умение решать проблемы, умение служить. Иисус заказал это своей жизнью, своими поступками. Умение служить, это говорит о уровне твоего духовной зрелости. Помните, ученики пришли и думали, что их сразу же обслужат, как годится в том доме. Но раб где-то по каких-то причинам замешкался, и они думали, кто же помоет нам ноги. Вот такой обычай был. Иисус уничижил себя, стал рабом и умыл ноги им и дал повеление нам. Я не говорю о физических ногах и пыли, я говорю о духовном, потому что зрелость и единство, оно умеет решать проблемы. Знаете, если мы говорим о единстве, это не значит, что не будет различных взглядов, это не значит, что не будет нас на одну какую-то вещь, одно мнение. Будут различия, будут даже разногласия, чтобы открылись искусные. Поэтому Бог призывает нас к единству. Если мы говорим о единстве, то первый уровень единства мы должны обрести в самом себе. в самом себе. Иаков очень четко говорит, человек с двоящимся мыслями не тверд во всех путях своих. Иакова 1.8, вы знаете это место. То есть, если человек сегодня говорит да, а завтра нет, если он сегодня говорит, я сделаю, а завтра говорит, у меня настроения нет, то на этого человека нельзя положиться. это двойственные мысли, двойственные стандарты какие-то. Я это называю проще. Это духовная шизохрения, а это серьезная болезнь, которую Господь хочет вылечить. И она лечится постом, молитвом, через слово. Поэтому как можно полагаться на такого человека, который сам себе не верен, сам себя не может подчинить под силу Божью, обуздать свои уста, обуздать свои мысли силой Бога, что можно взять от человека. У Бога да, да, нет, нет, а все сверх от лукавого. Поэтому мы, каждый из нас, член церкви, должен определиться и знать, какое твое место в теле Христовом, какое твое предназначение, для чего Бог дал тебе жизнь, для чего Бог дал тебе способности и таланты, чтобы ты мог их употребить. Человек должен знать, в кого он верит, куда он идет и за кем он следует, чтобы не смотрел ни налево, ни направо, чтобы не него была сила противостоять и не соблазниться о том брате, о той сестре, а следовать за Господом. Знаете, посвященный человек, он говорит, как апостол Павел, я ни на что не взираю, я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью свершать поприще мое и служение. В другом месте он говорит, я не стал считаться с плотью и с кровью. Знаете, каждому из нас дается возможность многократно послушать свою плоть или послушать Дух, Который побуждает тебя. Когда пастор просит что-то сделать, когда пастор говорит, вот здесь есть пробел, вот здесь нужно заполнить это, вот здесь кто-то должен стоять, вот здесь кто-то должен что-то трудиться, и в тебя борьба идет сказать да или нет. если ты надеешься только на свои силы, то ты очень быстро распустишься. Если ты надеешься на Господа, у меня такой момент в жизни был, когда мне сказали, вот тебе пару дней, и ответь, будешь ты пастором или не будешь, я никогда в жизни об этом не мечтал, и как бы такого желания не было, просто было желание любовь к людям и сострадание к ним, что они бродят как овцы, и враг расхищает, я сказал да, я буду. И по милости Божьей подвязался, прошел через различные трудности, были ошибки, были какие-то падения, возможно, такие, вот, но Господь поднял и провел и победил, Он победил во мне и через меня, потому что использовал как свой сосуд и не своей силою. Второй уровень единства это в семье, в коллективе, если человек не может найти, или два человека не может найти единство и согласие в семье, муж, жена, брат, сестра, родственник, тёж, чать, тесть, или в коллективе не может найти единство, не может взять, взыскать, принять силу от Бога, чтобы победить это зло, или победить какую-то неправду, или качество характера, то такой человек не может быть сосудом Божьим в полной мере. Он не может быть. сосудом в полной мере. Он может быть верующим, он может воздерживаться от каких-то худых вещей, пьянства, курения, сквернословия, воровства, много других грехов, но он просто будет верующий, и это уже будет хорошо. Но вы знаете, верующий и ученик Иисуса Христа, в чем разница? Разница в том, что ученики Иисуса Христа должны взять свой крест и следовать за Господом, а верующий просто посещает собрание. Хорошо, но есть путь более высший, более превосходный. Поэтому такой человек, который, это показывает наши слабости, это показывает нашу реальность, и это хорошо. Если ты это еще видишь, это еще лучше, потому что ты еще живой, еще Господь имеет влияние на тебя, чтобы попросить силу Божью, любовь Божью, благодать Божью, чтобы преодолеть все эти трудности. Если человек это не может в семье, он не сможет это сделать и в церкви, потому что в церкви мы ничем не обязаны друг другу, кроме взаимной любви. А там узы покрепче. Вот. Поэтому каждый вышестоящий уровень, он покоится или как бы фундамент на ниже стоящем уровне. Хочешь ты, не хочешь, ты должен пройти все эти уровни, чтобы быть другом Божьим, чтобы быть в единстве с самим собой, своими ближними, чтобы быть светом, а не тьмой. чтобы не быть выброшенным во тьму внешнюю. Некоторые очень этого боятся. Но вы знаете, и нет причин оставаться во тьме внутренней, потому что многие люди просто удовлетворяются тем, что они просто верующие, у них хорошие были заложенные родителями, Словом Божьим качества, не воровать, не делать зла другому, но они не становятся учениками Иисуса Христа. Иногда мы хотим, Бог говорит, будьте святы, будьте единомысленны, святость восполнить воздержанием какой-то определенной пищи или напитков, или в форме одежды. Да, все должно быть чинно, благочинно, должно быть все правильно, все красиво и хорошо, но когда люди святость Божью восполняют какими-то традициями, какими-то убранствами, то это не есть святость. Зайдите, пожалуйста, будем говорить в Киеве, в Одессе, где вы там еще были, я еще тут не был в таких храмах католических, православных, где очень золото, где там поют на правом крыласе, на левом крыласе, все великолепно, человек приходит и как-то чувствует, и там святые смотрят, и там ангелы смотрят, и какое-то такое трепещущее состояние, вот, но вы люди духовные, много ли святости там, той святости, которой Бог ждет от нас, не так уж много, тем более нам, которые имеем крещение Духа Святого, которые имеем откровение и понимание Слова Божьего, более высшие требования, высшая награда, больше возможностей, но и требования больше, поэтому мы счастливые с вами люди. Давайте посмотрим третий уровень, третий уровень, это поместная церковь, поместная церковь, вы знаете, что вот эти разногласия различные, если среди вас есть споры, разногласия, если вы судитесь друг с другом, то вот это Писание говорит, что вы недуховные, и это, если мы посмотрим на историю, принесло больше вреда, больше разрушения для Церкви Христовой, для тела Христова, чем все войны и гонения вместе взятые. Поэтому каждый из нас должен исследовать себя, уверили мы, в единстве ли мы, уважать друг друга, уважать друг друга, почитать друг друга выше себя и делать свое дело, которому Бог тебя призвал. Это поместная церковь. Знаете, в нас не должно быть соперничества. Соседняя церковь, это наши не соперники, а соработники. Они сеют, мы поливаем и вместе радоваться будем. Я просто служа на Украине и Прибалтике, я много раз видел вот такие вещи. И если мне просто человеку болит сердце и видеть, как друг друга съедают, как друг друга тратят силы, чтобы бороться с друг другом, они делают то, что нужно. Тем более Отцу Небесному, тем более Господу очень тяжело смотреть и печально смотреть, что мы часто не бодруствуем и ничего не делаем то, что должно делать. Лучше унизиться, не лучше ли вам быть оскорбленным? Были моменты, когда я хотел доказать что-то. это было Бог-свидетель, что правда была моя, ну не моя, но позиция. Я хотел доказать чего-то ради справедливости, ради не себя. И знаете, я пришел к такому моменту. Это возбудило круг. Нехорошие круги, как камень бросит в воду, знаете, такие круги идут. Это возбудило неправильные вещи вокруг. И в конце концов я понял, если только есть какие-то моменты, лучше быть униженным. Лучше предать Богу дело, и Он выведет лучшим образом. А мы иногда хотим встать в проломе. Не там может быть нужно нам вставать в проломе и доказывать чему-то кому-то. Пусть Бог вступится. Бог вступался за Давида таким образом. Бог вступался за Авраама таким образом. Бог вступался за наших братьев и сестер. Масса есть свидетельств. над этим. Поэтому каждый член церкви должен знать, где он, где он, место, где его предназначение. Попросить у Господа. Потому что с каждым годом, как я уже говорил, наши шансы и наши возможности, они уменьшаются. Вы знаете, что в Иерусалиме было много ворот, 12 ворот. они были разные. Рыбные, навозные, восточные, конские, ворота источника, царские ворота, золотые ворота. И явно, что около навозных ворот, может быть, меньше желающих было бы стоять и сидеть, чем в царских или золотых воротах. Но вы знаете, что хлеб то на навозе растет. И где труднее Иисус оставил небо и спустился на эту грешную землю к своим и свои его не приняли и побили его. Когда мы читаем Откровение 21 главу там 12 стих, мы видим, что 12 ворот, 12 на них начертано 12 оснований и написаны имена 12 колен сынов израильских. Вы знаете, мы есть новый Израиль, Бог по милости своей, мы есть дикая маслина, мы язычники есть, были, но омылись, очистились кровью его. И поэтому задай себе вопрос, на каких воротах будет написано твое имя. Когда мы изучаем Слово Божие, Неемия 3 глава, вы знаете, это прекрасную историю, и там говорится о том, что восстановление было Иерусалима, который был разрушен, ворота разрушены, стены разрушены, это значит, любой, кто идет, может прийти причинить вред. Неемия восстановил, и когда 3 главу почитай сегодня, и видишь, там четко определенно написано, не так просто округлено, каждое колено, сколько определенных человек, и все они знали, кто, что должен делать, где, когда и что делать. Они были, каждый на своем участке, и Бог сегодня хочет видеть Церковь Свою, неважно какая община, тысяча человек, сто человек, тридцать человек, но чтобы каждый был на своем месте. Это очень важно, это очень важно, чтобы мы были на своем месте. И тогда, вы знаете, нам не нужно будет покупать время на телевидении, или какие-то влаживать деньги в рекламу. Господь сам будет прилагать спасаемое, чтобы эти здания, они наполнились народом Божьим, чтобы здесь была жизнь и жизнь с избытком, чтобы здесь день и ночь шли служения, чтобы молодежь была подготовлена к тому, что как быть хорошей женой, мужем, как найти своего спутника жизни, чтобы они были прозревшие, чтобы они были подготовлены. Вы знаете, в нас мы уже более 20 лет занимаемся семейным служением, и мы в принципе не сочитаем никого, если он не пройдет определенный курс, определенный курс, чтобы они видели друг друга, чтобы они сделали выбор, а потом полюбили свой выбор, и семья была крепкая, на которую Господь может положиться. Поэтому Бог сегодня призывает нас, чтобы мы были в единстве, в единстве с самим собой, в единстве в своей семье, в единстве в Доме Божьем, и в единстве с окружающими нас, терпианами. Они не наши враги, они, может, не понимают так, как мы понимаем, может, они прославляют не так, молятся не так, но они Божьи дети, они на своей стадии развития, на своей ступеньке. Если ты на высшей ступеньке какой-то, то не гордись. Знаете, Господь пришел к своим, и они начали заявлять, мы дети Авраама. Здесь беседуя с многими людьми, они как бы козыряют, я в третьем, я в четвертом роде, уже верующий, а когда с ним прикоснешься, в каких-то бытовых таких условиях, видишь, видел бы твой дед, видел бы твой отец, который сидел за Слово Божье. Я не думаю, что он обрадовался. Поэтому Иисус четко, определено сказал, вы не дети Авраама. Если бы были дети Авраама, вы бы радовались, вы бы делали то, что делал Авраам. вы дети дьявола, он говорит. Это очень жестко звучит, но Иисус не боялся обидеть людей, потому что эта обида была для жизни, для исправления, для восстановления. Поэтому, когда мы читаем Иезекииля, 22 глава, 30 стих, не, Исайя 1, 26, 62, 10. Проходите, проходите во врата, приготовляйте путь народу, ровняйте, ровняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народу. Вы знаете, приходите, приходите. Когда в Библии говорится два раза, приходите, приходите, истина, истина, это значит, очень важно, на что нужно сосредоточиться. Поэтому Господь сегодня, в начале этого года, говорит каждому из нас, приходите во врата, приготовляйте путь народу. Каким образом мы можем приготовить? Может, мы умеем красиво проповедовать, красиво говорить, убеждать, но вы знаете, если Иисус сказал, что мы есть свет мира, вы видели маяки, да? Маяк, он не кричит, а маяк просто светит. Просто светит. И поэтому камни преткновения, которые есть, это нету, единство, нет вот этого знамя, которое должно быть над нами, любовь, потому что Бог есть любовь. У каждого из нас есть какие-то родственники, дальние, ближние, и самый сильный аргумент у них, это то, что они не видят той любви или тех отношений, взаимоотношений с друг с другом. Да, это преткновение, для них преткновение. Возможно, не для нас, а для них. Но, знаете, горе нам, если через нас приходят преткновения. Поэтому, если мы читаем дальше, из Иезекииля 22, 30, там говорится, «Искал я в них человека, который бы поставил бы стену и стал бы предо мной в проломе за землю сию, чтобы я не погубил ее и не нашел, и так издалю на них негодование мое, огнем ярости моей, истреблю их, поведение их обращу на голову, говорит Господь Бог. Поэтому, ответственность за этот город, за эту местность, она лежит на церкви Христа. Через что Бог будет говорить? Через нас. А чтобы Он мог говорить и действовать, и высвобождать свою силу и свою благодать на окружающих нас людей, мы должны быть в единстве с Господом. И тогда мы будем в единстве друг с другом. Писание четко, ясно говорит, что если мы не любим брата своего, как его любить, если он такой? А как тебя Господь полюбил? Как пастор сказал, если бы только по делам нас Бог судил, где бы мы были бы? Если у Бога есть, я всегда, мне вот так, как бы тормоза срабатывают, или есть красный свет, когда хочу кого-то насудить и сказать, как ты это так не можешь? Тогда мне на память приходит, те искушения, те преграды, на которых я сам спотыкался много кратно. И только благодать Божья и терпение, и любовь окружающих людей помогла мне сохраниться и войти в то, что Бог хочет, чтобы я делал. Это служил другим людям. Субтитры создавал DimaTorzok